итак жаль потраченных денег часть 3 прежде чем мы начнем я хочу объяснить что такое жаль потраченных денег здесь присутствуют виски которые в принципе не плохие если вы их не сравните с другими в этой же ценовой категории тот же талискер 10 лет он довольно таки неплох но если вы возьмете арбах 10 лет но вы поймете что талискер просто потерялся исчез и и исчез поэтому талискер в этой категории glenn rose maker scott виски который имеет прекрасный аромат прекрасное послевкусие и абсолютно пить невозможно если в этот виски стоил 40 евро это было бы все нормально но он стоит порядка 80 евро за бутылку арбах угадал в принципе он неплохой виски но вы видели сравнение с арбахом 10 лет он не стоит просто своих денег то же самое у нас творится с бунахаван как он от мхона 80 евро мне за него жалко при том что бунахаван тач а чака который стоит 40 евро просто порвал этот виски как тузи горелку там на воле им 12 лет он действительно есть для тех кто не верит загуглите ну вот мы его допить уже около года не можем никак при том что я очень люблю вискокурню табер море точнее летчик это тот же табер море вот табер море 12 лет это просто жалко потраченных денег потому что он не должен столько стоить каул ила стоит 50 евро тот же арбик стоит 50 евро каул ила имеет аромат лучше чем у арбига а вот вкус и послевкусие хуже и также вот бунахаван тач а чака стоит 40 евро и он тоже лучше чем каул ила поэтому каул ила здесь есть если отдельно каул ила в принципе неплохой виски лафройк селект и лафройк 10 лет его здесь не присутствует но тоже они оба проигрывают лафройк квотеркаск и когда селект стоил вот столько сколько он на сайте лафройка стоит он стоил у нас 27 евро а квотеркаск и 10 и стоили 35 евро это было обосновано и селект был очень вкусный за 27 евро когда у населек вдруг резко догнал лафройка квотеркаск ну он хуже поэтому жаль на него денег и когда он стоит столько же сколько квотеркаск 105 для фаркласс я его пил если не ошибаюсь 2014 году это был прекрасный виски который пился без никаких коктейлей просто наливался в бокал и наслаждался этот виски 2019 года его пить и он только для коктейлей вообще создан его пить не возьму мышки плакали кололись и просто жалко на него денег глен фаркласс 18 лет та же ситуация за эти деньги мне жалко я мог бы что-то интереснее купить и вообще он не должен называться 18 лет далмор трио вы знаете вообще у далмора редко получается хорошие виски и вот трио не исключение он жалко на него денег окунтошин друзья окунтошин это просто вот жалко денег действительно практически на весь окунтошин окунтошин 12 лет не стоят своих денег он невкусный но в принципе есть все сравнения на канале вы все можете это посмотреть самый вкусный окунтошин оказался из вот этих вот тут сейчас у нас должно быть пять бутылок из пяти бутылок самый вкусный оказался спрингвуд еще был очень вкусен дарк оак но за два месяца он потерял полностью все свои свойства он стал кислым и когда мы уже тестировали со спрингвудом это уже был не тот дарк оак и поэтому дарк оак тоже здесь меня часто спрашивают окунтошин три вуд я вам скажу друзья вот мы сидели у нас была бутылочка оберлоу 12 лет было глингири 12 лет и был окунтошин три вуд и вот три вуд из-за своей вот этой крепости этой перчености когда 43 градуса ты не ожидаешь такого перца он просто проиграл он проиграл и ценовой диапазон примерно у глингири у оберлоу и у окунтошин три вуд он одинаковый вы ну по крайней мере у нас это одинаковая цена 45 евро за 07 арон старый дизайн но пить нельзя хотя отдает травой тоже интересно такой арон правильно стал он правильно стал 2006 года та же ситуация просто вот два месяца назад открыли вот никто пробовать даже не хочет томатин 14 лет это и хороший виски и жаль потраченных денег он очень хороший если вы его открыли в первую неделю максимума вторую допили это ярчайший виски он вкуснее чем рубан глинморндж но если у вас простоит месяца полтора он просто исчезает просто вот ощущение что вы доели банку меда набрали воды и какие-то вкусы меда остались но это уже вода вот тоже самое произошло с томатином он не ушел ни в какую кислость но просто ушла то яркая яркая сладость яркий вкус яркость ушла из него как-то к сожалению полностью спрингбанк я ожидал от этого виски намного больше чем получил я считаю что нормальная цена для этого виски 40 50 евро причем вот подписчики мне многие пишут что все-таки они считают что 40 евро у нас тут стоит 90 евро и это уже цена глинморанжа 18 лет это уже совсем другие виски вы можете купить за эти деньги глинморанж некотор дур и тут же глинмораж 10 лет значит глинмораж 10 лет он при той же цене как глинфидик 12 лет он проигрывает глинмораж 10 лет поэтому он здесь стоит некотор дур он проигрывает рубану и проигрывает лос-анти поэтому он тоже здесь стоит глинмораж 11 лет 21 год очень вкусные виски мне он очень понравился пока я его не сравнил с томатин 21 год после этого знал насколько томатин лучше чем глинмораж линфидик ну после того как мы сравнили томинтал 21 год мы узнали что лучше чем и томатин и клинфидик вместе поэтому ну в принципе жалко денег потому что он намного дороже чем томатин он у нас начинается от 140 до 200 евро доходит а томатин 115 евро стоит глинт скотти викториано это я большие надежды полагал я думал что мне захочется протестировать линейку глинт скотти в итоге после этого виски мне не хочется ее тестировать вообще вот прошло я не знаю месяцев 5 может 6 и никто не только я и мои друзья тоже к нему не подходят самое большое разочарование самому что я сейчас вам еще назову через секунду значит 350 евро маккинлайс рейл олд такая реклама антарктик экспедишн 1907 года все 350 евро бутылка куча понтов соломки лежит вот правильно мой друг сказал они когда ехали в экспедицию они хотели согреться они брали дешевые хорошие виски чтобы простите им плохо не стало но чтобы согреться вот цена этого виски ну 50 евро мак 350 евро дальше все маркетинг и классно их забыли во льдах друзья вообще не стоит своих денег точно также как там та ментал 33 года есть видео не стоит своих денег вот так вот друзья у нас получается это те виски которые я считаю не стоят своих денег который вам не надо покупать вам надо просто пройти мимо из за эти же деньги выбрать или посмотреть на канале какие близки я рекомендую вам выбрать за эти же примерно деньги которые стоят вот вот эти вот которые мы не знаем куда деть. Я скоро вам сниму видео, какой я коктейль рекомендую с виски. Хорошего вечера, друзья. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мне интересно ваше мнение, но где-то действительно... А, Кавалан забыл. Друзья, Кавалан, я считаю очень переоцененным виски. В принципе, виски пятейный, хотя это уже не виски. Виски, которые отдают какими-то экзотическими там манго, папайя, какими-то вот этими фруктами, всеми пейшн фрутом. Ну это уже знаете, это такое какое-то ну извращение с виски. То есть в принципе, ну это же не виски, ты ждешь чего-то привычного. И цена. Цена такая, что если еще я могу сказать, что вкус еще интересен, то цена, проходя мимо, можно взять что-то из наших классических виски намного вкуснее за эти же деньги. Хороший вечер, друзья. Оставляйте лайки, оставляйте комментарии.